Скоро в августе уже начинаются съемки у меня в сериале в большом 16 серий. Сейчас вот идет подготовка, репетиции, примерка костюмов. Я уже снимаюсь только когда мне это доставляет удовольствие. Уже не очень хочется сниматься, потому что это раньше играла героинь, главные роли и от качества моей работы зависело качество фильма, понимаете. А сейчас уже роли такие небольшие, но мне доставляет огромное удовольствие играть старушек разных, разного характера, значит и боевых и нежных и добрых, вот всяких. И можно не думать там с какого ракурса тебя снимают, не думать о том как ты выглядишь, а думать только о характере. Ну и конечно всю жизнь я играла роли драматичные, где все время приходилось переживать, плакать. А сейчас я стараюсь использовать какие-то свои комедийные способности, если они у меня есть. Вот. Но дочка вот мне говорит, что мама, ты хорошая комедийная актриса. Я выступаю, меня приглашают. Меня часто приглашают на телевидение. Потом вот моя жизнь началась с фильма «Первый учитель», это этматовская героиня. И Чингис Тариколович, он как бы через всю жизнь со мной проходит. Вот. И сейчас вот Вера Таривердиева, супруга Микаэла Таривердиева, замечательного композитора, она предложила несколько лет назад сделать программу. Я читаю поэтическую прозу Чингиса Тариколовича и звучит органная музыка между этими отрывками. Вот. Но не только Таривердиева. Таривердиев дружил с Чингисом Айтматом. У него вот много написано произведений на восточные темы. Но там и римский Корсаков, и Бородин, и японские композиторы. И это такой очень интересный концерт. Причем самый первый, как бы пробный, когда вот Верочка мне предложила, был в Астане, в очень красивом зале. Ну, конечно, он не для всех этот концерт. Это кто любит музыку, кто любит орган, и кто любит хорошую литературу. Но, к сожалению, мы этот концерт можем давать только в тех городах, где есть органный зал. И вот нас пригласили даже в Японию. Мы там давали один концерт, а за это нам подарили недельное пребывание в Японии. Вот. Так что вот такая концертная у меня деятельность. Ну и, конечно, для меня семья очень важна. Вот мои дети. Вот. А сейчас вот у меня маленький внук Тимур. Егор его назвал в честь Тамерлана. И ему сейчас два года четыре месяца. Вот. Это вот моя любовь. И мне кажется, что я на 50 лет вернулась назад, потому что он очень похож на Егора маленького. Вот. И это доставляет мне огромную радость, конечно. Потому что, когда мои дети росли, я снималась тогда много, работала, уезжала в экспедиции. И у меня не было возможности вот так подробно наблюдать, как день ото дня меняется ребенок. Вот. А сейчас вот имею такую возможность. Снимал этот фильм Александр Касаткин. Очень серьезный, очень хороший режиссер, очень вдумчивый. Страшно он переживал за все. Мне эта тема страшно интересна была всю жизнь. Вот я очень рада, что я снялась в фильме «Вкус хлеба», потому что вот эта тема поднятия Целины – это мое детство, когда вот весь народ пел «Едут новоселы по земле Целиной». И я думала, если вдруг меня выгонят из училища, я поеду на Целину. Вот. И, конечно, я очень много слышала об этих страшных репрессиях. Даже вот директор интерната, где я жила, когда училась в хореографическом училище Большого театра, она ко мне по-особому относилась и часто мне что-то рассказывала. Помню, мы гуляли с ней на Лубянке и проходили мимо этого страшного дома, и она сказала «Наташенька, только никому не говори, ты знаешь, что вот сколько он этажей идет ввысь этот дом, столько же этажей вниз». Вот. И немножко рассказывала, что там происходило. Потом я помню, в гости к Наталье Петровне Сергею Владимировичу Михалкову приезжал один человек, вот, и сидела двоюродная сестра Наталья Петровна, профессор, Нина Максимовна Кончаловская. Вот. И вдруг этот человек начал рассказывать, как вот он попал в эти застенки, как его пытали, там, чтобы он доносно кого-то написал. Вот. И, значит, и переломали ему все кости и сказали «Если вы не сделаете это, мы вам вольем керосин в кровь». И, значит, как он рассказал, не знаю, возможно ли выжить после такого, ему влилили. В общем, он остался инвалид после всех этих. Я, когда это услышала, я рыдала три дня. Все-таки очень трудно в такое поверить, понимаете. Но, но потом, значит, еще у Натальи Петровны была подруга Нина Павловна Герасимова. И вот она мне тоже рассказывала, вот, показывала свои фотографии. Это была потрясающая красота женщина. Вообще, голливудские все эти дивы ей в подметки не годятся. Вот. Она была замужем за пролетарским поэтом Герасимовым. И Герасимова этого арестовали, а ее сослали в Казахстан. Она была светская львийца. У нее был литературный салон, в котором бывали Маяковский, Есенин. И молоденькую Наташу Кончаловскую она ввела в этот салон, с ними, значит, знакомила. Вот. Все. И потом вот вдруг ее арестовывают, и она становится, значит, чирка. Даже трудно выговорить это страшное слово. Вот. И попадает вот в лагерь в Казахстан. И уже когда, вот, я с ней познакомилась, она у нас подолгу жила в доме, значит, готовила нам еду. Она, конечно, уже была такая дутловатая. Вот. И, значит, она вот мне рассказывала, как там жили. Вот. Говорит, если вот кусочек какого-нибудь жира раздобудешь, вот, мы его не ели. Мы его мазали на лицо, чтобы как-то сохранить свою внешность. Вот. Ну и, конечно, она там заразилась бруцеллезом. Вот. И приехала, когда в Москву ее никто на порог не пустил, даже дочка. Вот. И Сергей Владимирович Михалков ей помог. Он ей выбил комнатку. И даже к ее мизерной пенсии они ей всю жизнь доплачивали деньги. Вот. Ну и, конечно, психически она уже была больной человек, сломленный совершенно. Вот. И закончила она плохо, она выбросилась из окна. Вот. Нина Павловна Герасимова. Вот. Вот это вот. И эта тема, конечно, для меня такая очень болезнь. И я была рада, что вот хотя бы на съемочной площадке я смогу вот это все прочувствовать, прикоснуться к этому материалу. Тяжело мне было сниматься. Тяжело. Ну, скорее бы это закончилось. Вот. Несмотря на то, что вечером приезжала в гостиницу хорошую, принимала душ, понимаете, все равно это так психологически тяжело вот все это чувствовать, переживать, играть эти сцены. Вот. Скорее-скорее бы закончилось. Моя подруга, очень добрая женщина, она говорит, я не буду смотреть. Мне это тяжело смотреть. Такие сцены. Неужели люди такие звери были? Вот. И женщины, там, вот эти уголовницы, и эти... Это же наши люди, значит, и эти надзиратели все. Вот. Я говорю, ты понимаешь, эти надзиратели, попав в этот лагерь, они тоже были наказаны. Они тоже жили в тяжелейших условиях и были злобные. Вот. Я сейчас вот вернулась из круиза, где мы посещали многие монастыри, вот, и где вот заключенные были. И нам рассказывали, что часто вот эти надзиратели, вохровцы, они уже были такие озверелые от всей этой жизни, что они издевались над заключенными просто, чтобы как-то развлечься, понимаете. Выставляли там комарам на съедение. Это ужасно. Вот я... Нас так покусали комары, когда мы шли, значит, на один объект. Вот. Значит, или обливали ледяной водой, или заставляли в проруби, значит... Ну, в общем, сразу я говорю, понимаешь, это, это, говорю, все правда. Как замечательно играли актрисы Катя Гусева, Даша Якомасова. Она играла главную роль Ольгу Павлову. Вот Коршунова играла эту Аглаю Гадину, эту уголовницу. Вот. Потрясающая работа актерская у Ольги Лапшиной, которая играла коммунистку Лазуркину. Вот. И несмотря на то, что вот ее такую преданную этим идеям всем арестовали, постоянно, она все равно продолжает верить в это, писать письма Сталину, все. И когда вдруг все это рушится, она просто умирает. Вот. И когда я увидела, с какой самодачей они работают, эти актрисы, вот, это, конечно, меня поразило. Просто замечательная актерская работа у Кирилла Плетнева, ну, вот, этот любовный треугольник, Михаил Явланов с Гусевой, с этой Аглай, замечательная история. Конечно, наверное, в жизни что-то происходило страшнее, что-то, может быть, не так страшно, потому что вот режиссер рассказывал, вот этот Баренцев Ночлага, его фамилия в жизни была Баринов, а в фильме он Баренцев, вот, он тоже потерпел, но он человек хороший, вот, и он жалел этих женщин, помогал им, там, утешал их как-то, значит, и даже у него было прозвище, эти заключенные называли его Валериан Валерьянович. Вот. И даже когда в 90-е годы вот на всех этих, кто издевался и был жесток очень в этих лагерях, стали заводить уголовные дела, на него тоже было заведено уголовное дело, и бывшие эти вот заключенные собрались, поехали в Москву. В общем, они его, значит, оправдали, хлопотали за него. Психологически я, конечно, понимаю, что когда человек попадает в такие нечеловеческие условия, он звереет. Нам предложили поехать в Астану международными наблюдателями на выборах, мне и Егору. И мы туда полетели, значит, все это было прекрасно, мне очень понравилось. Вот. Но потом я попросила меня отвезти в этот Акмолинский, на то место, где вот стоял этот Алжир. Вот там такой мемориальный музей. Увидела я эти фотографии. И вспомнила, что очень, каких-то женщин, просто я была с ними знакома, я их знала. Мать Аксенова, она жила со мной в одном доме, в одном подъезде, Гинсбург. Да, она столярская актриса, она снималась в фильме «Песня Маншук». Мать сценаристки Наташи Волиной там сидела. Мы с ней все, уже она старенькая была, я ее очень хорошо помню. Такая изящная пожилая женщина с чудной прической, с бантами какими-то. Она все время там была со своей внучкой Дашенькой. Вот. И такая очень интересная. Оказывается, она там сидела. Ну, мать Плесецкой, Наташа Сац, Наталья Сац, которая потом создала этот знаменитый театр. В общем, очень много знакомых, которых я уже довольно долго живу на свете, с которыми я была знакома. Но как-то я даже и не знала, что они вот сидели и целый период их жизни был у них украден, что они пережили. Ну, конечно, смотреть нелегко этот фильм, но такие фильмы надо снимать, я считаю, потому что надо, чтобы это не забыли, понимаете, чтобы это никогда не повторилось. Она замечательно играет. На такой самоотдаче. Тяжелая у нее очень роль была, потому что вот ее там хватают вместо, значит, не досчитали одной заключенной, ее хватают просто в степи и, значит, бросают в этот лагерь. Вот. И у нее маленький ребенок, у нее, значит, набухает грудь, потому что кормить надо было, она мучается страшно. И вот эта байлама, она приносит ей щенка, чтобы он ей молоко как-то оттянул, понимаете. Вот. И такая, конечно, ну, в такое могло быть тоже, да. Вот. И замечательная актриса, красивая, статная, молодая. Вот. И я ей очень благодарна и желаю, чтобы у нее было много-много ролей еще в кино. Мне кажется, что очень важно все-таки давать людям надежду. Вот как в советское кино были эти вот фильмы, их называли лакировочные фильмы о советской действительности. Там это «Волга-Волга», да, это «Орлова» на «Звезда», «Свинарка и пастух», «Кубанские казаки». Вот. Но они очень нужны были. Была такая тяжелая жизнь, что люди вот смотрели эти фильмы и думали, ну вот же, там где-то есть прекрасная жизнь. Такие победы, такие праздники. Вот. И людям надо давать такую надежду. Тем более, что у нас не все так плохо. Систему Станиславского никто не отменял. Замечательная система. И каждый актер ее должен знать. Вот. И актер должен. Вот нам в «Бабгике» все преподавали. И садвижение, и сценическая речь, и фехтование, и, значит, и кувыркаться. Мы должны учить нас падать. И мы должны были ездить, учиться на лошадях. Актер должен уметь все. Вот. К сожалению, ну, сейчас я смотрю на современных актеров, наши звезды, которые много снимаются. Они уже накаченные, да, у них тела прекрасные. Вот. И уже как-то они, ну, просто конкуренция большая. И всем хочется сниматься. Вот. И надо много работать. Вот. Поэтому школа актуальна. Ну, мне в этом смысле очень повезло. Сначала я училась в хореографическом училище Большого театра, где у меня были потрясающие учителя. Понимаете, это золотой век советского балета, когда я училась. Вот. Это великие были балерины, танцовщики, которые приходили к нам в училище, преподавали. Переодевались с нами в мастерскую рядом, в раздевалках рядом с нами. Вот. Шли в зал, также потели, показывали нам движение, ругали нас, шлепали. Вот. Жесткая была школа. Но это была великая школа. Я очень рада, что у меня в жизни такое образование, такая подготовка. Вообще говорили, что вот в то время, когда я училась, система обучения в училище была такая же, как в Императорском балетном, балетной академии. Вот. У Ланова приходила, принимала экзамены, приходила, рассказывала нам. Вот. И это все мое... А дуэтно-классический у меня преподавал Жданов, который был партнером Ланова, один из премьеров Большого театра. Вот он со мной готовил дипломный номер, подойду я с четной предосторожности. Вот. И поэтому вот я... Мне говорят, вот у вас нет звездной болезни. Какая звездная болезнь может быть, когда вот такие великие люди были рядом? Когда мы, участвуя в спектаклях Большого театра, за кулисами, стояли с ними рядом, слышали их дыхание. Вот. И как вот они работают, наблюдали это все. Ну и потом, конечно, мой учитель Сергей Аполлинаевич Герасимов и Тамара Федоровна Макарова, мои учителя, уже в кино. Вот. И это, я считаю, тоже мне очень повезло и большое счастье, что это считался лучший педагог. Половина советского кинематографа – это его ученики. Вот. В каждой республике советской были его режиссеры, актеры, ученики. Вот. И вот кого не назовете, вот Гурченко, Лужина, Польских, Кириенко. Значит, это все ученики Герасимова. Вот. Великие актеры. Вот. И... А главное, что у них не было своих детей, поэтому мы для них были дети. Вот. Они все про нас знали. У кого кто родился, как назвали детей. Значит, и... У нас была объединена мастерская, режиссерская вместе с актерской. И режиссеры ставили, актеры, значит, играли в этих постановках, вот, студенческих. А потом, когда на производство пришли, и режиссеры запускались с фильмами, то мастера очень приветствовали, чтобы приглашали из нашей мастерской, значит, актеров своих, вот, герасимовцев. Самое главное, что они учили нас не только профессии, вот, репетировали с нами каким-то профессиональным качеством. Вот. Я помню, там Арфеновна мне сказала, Наташенька, у тебя нет опасности переиграть. А, что ты такой, я там... Я говорю, я боюсь, вот, мне так не нравится, эти актеры, актеры. Она говорит, у тебя нет опасности переиграть, у тебя есть опасность не доиграть. Поэтому, говорит, поярче не бойся. У тебя, говорит, такое чувство правды, что ты не соврешь. Вот. И репетировали с нами. И еще они в нас воспитывали людей, граждан своей страны. Вот. Как, помню, всегда Апринадыч говорил. Можете делать все, что вы захотите, кроме порнографии и контрреволюции. Это был его лозунг. Вот. А Тамара Федоровна, она, значит, учила нас манером хорошим. Ну, меня, правда, этому научили еще в балетной школе. Вот. Но я считаю, что это очень было полезно. Потому что это же были ученики из провинции, откуда-то приехали издалека. И мы ждали каждый вечер пригласить ли нас Сергей Аполлина Ильич на ужин. Вот. И я помню, как я побежала, значит, в лес. И вдруг смотрю, пень огромный, весь усыпанный опятами. Я, значит, эти опята быстро собрала в подол. И, значит, прибежала на площадку. Сергей Аполлина Ильич, вы посмотрите, сколько. Он взял ведро, пошел со мной к этому пню. В общем, ведра три мы набрали этих опят. И вечером я к нему прибежала. Я говорю, Сергей Аполлина Ильич, давайте я помогу помыть их, почистить. Нет, говорит, ты стой и смотри. Я, говорит, все делаю сам. Вот. И, конечно, вот эти вот вечера, ужины. Он нас угощал хересом, хорошим вином. Значит, в гостинице в этой, в Байкальске. Вот. И начинались рассказы. Про Тамару Федоровну Макарову. Он говорил, ой, красивее русская земля женщин не рожала. Говорит, очень Тамара была красивая. Но хулиганка, говорит, была ужасная. Сколько мне из-за нее приходилось драться. Говорит, вот идем по улице. И вдруг она дает пинка под зад, значит, впереди идущему мужику. Тот, значит, оборачивающий. Ну, естественно, значит, драка. Мы начинаем драться. Потом я ее спрашиваю. Тамара, за что ты его пнула-то? А он на меня не так посмотрел. Или, говорит, что-то такое, поссоримся. А тогда еще экипажи ездили. Значит, машин еще тогда было мало очень. Ну, вот. Говорит, поссоримся. Так она возьмет один экипаж. Я сяду в экипаж. Тамара, давай. А она берет другой. И вот рядом едем и не разговариваем. В общем, это было незабываемое время. Тем более, что курс у нас был очень интересный. Такой считается, что он был звездный курс. Курс назывался «Курс четырех Наташ». Наташа Гвоздикова, Наташа Белохвостикова, Наташа Бондарчук и Наташа Алина Басарова. Еще были девочки. Но мастера, чтобы не забыть, кто с какого курса. Вот каждый курс называли как-то. Вот наш был курс «Четырех Наташ». Я бы посоветовала актерам все-таки выбирать. Не соглашаться на все. Выбирать роли, чтобы роль была интересная. Чтобы ты, как Сергей Аплинаевич говорил, когда ты за что-то берешься делать, помни всегда, задавай себе вопрос. Во имя чего ты творишь? Если вы, берясь за какую-то роль, будете об этом думать, то вы никогда не ошибетесь. Вот во имя чего ты берешь эту роль? Вот такая роль у меня была в фильме «Правосудие волков», это по Кунину, где я играла дворничиху. Метет она пол около гостиницы. Ну, а мы все знаем, что все эти дворники, все они были осведомители. Но она очень хорошая бабка была. И у нее там этот сын где-то там, или племянник в ЦК работает. И вот она там вручает главного героя, когда его арестовывают, НКВД. Она туда врывается, значит, их всех расталкивает. И, значит, на них так орет, значит, что они и отпускают мальчика. И всегда восторг, понимаете, у зрителей всегда в этой сцене аплодируют. Потому что я вот хотела вот в этой маленькой роли вот показать, тоже она с этим русским мальчиком делится лепешкой, там, сахаром. Вот отдать дань уважения моему народу казахскому, очень доброму, очень отзывчивому. Вот, что они вот так вот помогали выжить людям в трудные времена. Я очень люблю общаться с людьми. Тем более, что у нас, в общем, круг очень интересный. Вот я люблю ездить на фестивали, потому что там встречаешься с актерами, с режиссерами, возникают какие-то новые идеи, новые задумки. Вот фильм «Молитва Лейла», он родился на киношоке, на пляже Сакен Нарамбетов, мой друг, режиссер. Вот, он мне читал сцены, которые он там писал, читал сцены. Вот. Ну и, конечно, в Москве, когда бывают какие-то мероприятия, я охотно бываю. Очень люблю, когда я выхожу с детьми. С Егором и с Катей. Вот, было время, когда они еще были молодые, как бы я выходила, как бы их выводила в свет. Вот, ну, теперь они меня выводят в свет. Конечно, нельзя, я живу за городом, поэтому очень приятно выходить на какие-то мероприятия, там, дефиле, выступления, концерты. Фильмы я смотрю, набегавшись за целый день с моим внуком Тимурчиком, вечером я падаю на диван и смотрю сериалы, потому что моя дочь Катя, она снимает в основном сериалы, хотя вот она у меня пишет, у нее две книги вышло, и она написала сценарий «Опасные танцы», использовав все, что я ей рассказывала о балете, о нашем балетном детстве, как там нас шлепали. Вот, все она вписала в свой сценарий. Она сняла, да, подала на конкурс и выиграла господдержку, сняла этот фильм. Вот год назад была премьера. Но в основном она снимает сериалы художественные, причем не успевая закончить один, уже ей предлагает другой. И поэтому я, конечно, должна быть в курсе всего, что происходит. Я смотрю сериалы, тем более, что... Ну, и, конечно, просто как-то расслабиться. Сериалы я люблю. Тодоровского, вот, сериалы были прекрасные. Вот, это просто уже настоящее кино, очень серьезное. Вообще, я так думаю, что будущее за сериалами. Ну, потому что люди малые, хотя сейчас больше стали ходить в кино, ходят в кино. Вот, и что ему куда-то идти, когда он может лечь на диван и посмотреть фильм? Вот, ну, сейчас такие телевизоры, что можно в интернет войти и вообще по заказу посмотреть любой фильм, выбрать какой ты хочешь. Ну, сейчас всех хотят работать. Сейчас же надо работать, работать, зарабатывать. Без работы не проживешь. Такая сейчас жизнь. И, как Егор мне даже как-то сказал, знаешь, мам, раз пригласишь актера, у него прям баксы в глазах. Вот, сколько он заработает, сколько он получит. Вот, и то, что многие актеры молодые сейчас снимаются сразу в нескольких фильмах, это тоже... Я вот, например, никогда не могла сниматься. Даже в двух фильмах мне было трудно сниматься. Вот, я должна была полностью погружаться в роль. Вот, а они, значит, из поезда сразу на съемку, опять на поезд, на другую картину, лишь бы вот заработать побольше. Сейчас такие правила игры, да, им же важно, какая у них машина, какая у них квартира, все это понты, понимаете. Вот, мне это все не нравится. Мне сейчас на площадке в современном кино трудно, что актеры репетируют, а режиссера нет рядом. Он где-то там сидит в каком-нибудь сарайчике или в какой-нибудь палатке за монитором и смотрит уже, значит, как складывается кадр. Вот, а моя, как бы, большая часть жизни прошла, когда вот с режиссером разговариваешь, от него получаешь энергию. Вот, какое-то было таинство это, понимаете, какое-то плетение кружев, что ли, вот обсуждали все это, когда режиссер сидел под камерой и тебя вдохновлял, понимаете, своими глазами. Вот, сейчас все это ушло, сейчас так конвейер, особенно вот в сериалах, конечно, очень сжатые сроки и четкий график, не дай бог, хоть на одну, хоть на 10 минут сбиться с графика. Режиссеры такие, знаете, у меня сколько раз было в жизни случаев, когда опасные кадры, вот, и режиссер видит, что опасно, вот, но он не выключит, не скажет, не закричит, стоп. Вот, он дожмет до конца. Вот, вот, я помню в фильме «Молитва Лейлы» с Атыбалдой Нарымбетова, я играла тетю Катюру, это моя такая первая такая большая характерная роль, я ему очень благодарна, что он мне помог перейти на возрастные роли, на характерные сакен. Он, значит, ну, старуха, ты уже, значит, все, моя актриса постарела уже, вот теперь я тебя буду снимать. Вот, и, значит, вот я играла солдатку, тетю Катюру, водителя грузовичка военного образца, которого он называет «Ласкова Захарушка», и вот в степи, значит, Захарушка заглох у меня, и я начинаю вот эту ручку заводную его заводить, и вдруг он поехал. И, значит, я его хватаю, и этот грузовик волочит меня по этой пыльной дороге. Ждали каскадера, ждали-ждали полдня, значит, каскадер не приехал. Я говорю, да давайте я сама, а мне уже было 55 лет. Вот. Ну это, ну давай. И я, значит, вспомнила все эти пытки, когда конями разрывает человек. Значит, я волочил у меня этот грузовик, и я, значит, кричала. Ну я как бы играла, кричу, значит, «О-о-о, стой, стой!» Но самое страшное, это вот эта ручка, она у меня перед носом вот так вертелась. Я думаю, если она выскочит, она мне снесет лицо. Вот. А потом Сакена мне говорит, «Слушай, я так испугался, ты так орала!» Вот. Я говорю, ага, испугался, а стоп не сказал. Ну вот. Такие вот режиссеры. Мне предлагали, мне даже много-много лет назад Нэя Зорко была такая, замечательная, кинокритик, киновед. Вот. Она преподавала на высших режиссерских сценарных курсах. Вот. Она говорила, «Наташенька, мы для тебя держим место, давай поступай, значит, на высшие курсы». Я сказала, «Нет, Нэичка, ни в свои сани не садись». Очень мало смотрю, да. На фестивале, вот уже давно не была, на киношок, всегда Ириночка Шевчук приглашает казахстанских актеров, кинематографистов с фильмами. И всегда в фильмы берут призы. Вот помним наш фильм «Поздняя любовь», «Жиде нежданная любовь», где я играю городскую старушку, в которую влюбляется сельский старичок. Очень прелестный фильм, который дает надежду, что любовь, она в любом возрасте может случиться. Ну, еще интересно, что там снимался Жерар де Бартье у нас, сыграл друга этого старичка, который меня сватает за него. И мы там, помню, получили за эту картину пять призов. А я и Ихтимбаев мы получили за лучшие роли. Я за женскую, он за мужскую. Ну, Жамана Ихтимбаев. И вот иногда там вот удается, что удавалось что-то посмотреть. Но я уже несколько лет туда не езжу, потому как у меня вот внук. И это для меня самое важное. «Самирис» – это моя мечта моего детства. Я читала еще в юности книжку про нее. И думала, вот бы мне сыграть эту массагетскую царицу. Победитель. Победила Кира. Вот. Ну, все, уже поезд ушел. Так и не удалось. Егор тоже, значит, видите, не снял эту картину. Ну, у многих была мечта снять «Тамирис». Так же, как Чингисхана. Ну, вот фильм «Кочевники» был. Тоже мы ждали, вы ждали. Ну, такой получился голливудский фильм. Такой рядовой. Вот. Ну, слава богу, после этого фильма осталась декорация роскошная, вообще потрясающая. Много очень костюмов, реквизита. Я была на этой декорации, меня возили туда. Вот. И потом много-много фильмов снимали в этих декорациях, и костюмы были использованы. Вот какая-то база осталась на казахском фильме. Потому что в 90-е годы очень много пропало всего, когда вот все было разрушено. Я родом из той великой страны, которую мы потеряли. И эта великая эпоха ушла. Я надеюсь, навсегда. Но я, тем не менее, очень благодарна, потому что советская власть дала мне великолепное образование. Вот. Я благодарна Казахстану за то, что я училась в академическом хореографическом училище при Большом театре, и Казахстан платил за наше обучение. Мы были на полном государственном обеспечении. Разве сейчас такое возможно? Вот. Потом вот в ГИК. Я счастлива, что дети мои выросли при советской власти, прошли советскую школу. И учились они в хорошей школе французского, выучили язык. Нам давали наряд, и мы ехали на Свердловскую, предположим, киностудию, и там работали, получали зарплату и возвращались обратно. А самое главное, что штат Мосфильма это были все величайшие актеры советского кинематографа. В нашем это государственный театр киноактера при Мосфильме был. И там были все эти великие актеры. Крючков, Андреев, Орлова, Ладынина, Кириенко. Вот. Все они больше 300 актеров. Так мы были воспитаны. Понимаете? И всегда я очень много ездила за границу в советское время на все эти фестивали, недели советских фильмов. Вот. И я всегда очень гордилась своей стороной. Вы знаете, я когда училась во ВГИКе, у нас же там иностранцы учились и тоже у меня были поклонники, которые предлагали мне выйти за них замуж и уехать. Я говорила, нет, я не променяю свою великую страну на вашу. Вот. Я не променяю страну свою ни на какую другую. я думаю, что не могла бы нигде жить, кроме как в Советском Союзе, ну, теперь в России. Вот. Но, правда, когда я попала в Японию и увидела эту удивительную страну, я подумала, вот если бы я знала японский язык, если бы у меня была работа, если бы я была там востребована, я бы вот в этой стране могла бы жить. Потому что такой порядок, там такие люди деликатные. Ну, конечно, всякое, наверное, тоже бывает. Но вот очень мне понравилась Япония. А так, нет, мужья уезжали в поисках чего-то, потом возвращались. Вот. Николай Львович Двигубский, мой второй муж, он родился во Франции, и потом, когда мы расстались, он и уехал. Вот. Но прожил там в замке в Норманде, у него чудная жена Франсуаза была. Ну, есть она, дай бог ей здоровье. Вот. Но все-таки закончил все трагично, он застрелился. Вот. Эльдор Уразбаев тоже, он ушел из жизни в Америке и завещал, чтобы его прах развели над океаном. Вот. Ну, такие какие-то вот судьбы интересные. Не знаю. Ну, я вообще очень дисциплинированная. Ну, кроме того, что я, наверное, неплохая актриса. Вот. я очень дисциплинированная. Я думала, что со мной легко. В смысле, я не капризничаю. А потом я очень работоспособна всегда была. Ну, моя самая-самая любимая роль Машук Маметова. Из-за истории ее. Просто я была же тогда молоденькая. Мне было всего 22 года. Вот. И я очень много вот тогда читала и книг, и думала, размышляла. Она мне лично, как человеку, очень много дала эта роль. Вот. И, ну, и, конечно, сами съемки, Машид Бегалин, сам фронтовик, руку потерял на фронте. Все было приближено, вот, как по-настоящему было. Я так уставала на этих съемках, потому что это задымленные кадры, это грязь, вот это вот, это все, вся в земле, в копоте. Вот. Что я приходила в гостиницу, помню, я, у меня не было сил сразу мыться. Я падала на коврик, куку кровать. Спала часа два и потом только вставала, чтобы принять душ там. Вот. Ну, а главное, вот, мы снимали в Беларуси, где все полно воспоминаниями о войне. Там очень много памятников, музеев, танки стоят, значит, какие-то фотографии. И само ощущение, что вот здесь вот каждые пять земли полито человеческая кровь. ведь в Беларуси каждый четвертый погиб во время войны. Оттуда все. Вот, да. Это все вот работало. Ну, и принесла она мне больше всего наград. мне 20 лет всего исполнилось в 66-м году. В начале года, 15 января 66-го года, родился Егор у меня, долгожданный. Вот. А в конце, в сентябре, и, кстати, у меня в сентябре день рождения, я получила вот золотой кубок в Ольпе на Венецианском фестивале за лучшую женскую роль. Никак я вообще не ожидала и ни на что не рассчитывала. Там были такие акции, там не только Джейн Фонд была, там претендентки были Джулия Кристи и Ингрид Туллин, это актриса Бергмана, великая актриса. Вообще, они все великие. И, конечно, вот этот год получился у меня очень счастливый. Я помню, в балетной школе со мной училась в одном классе Гайне Джигарханян, кстати, она двоюродная сестра Армена, Армена Борисовича Джигарханяна. Очень умная девочка, очень начитанная. И вот мы с ней много... Она мне, значит, давала книжки почитать, значит, все. И вот помню, она сказала фразу «Пусть между целью и тобой Крохочет всех морей прямой, Посмеешь ли ты с пути свернуть?» И я взяла эту ее фразу за девиз своей жизни.